О том, что в октябре в Вологде исчезнут льготные проездные билеты, говорили еще весной. Их отмена связана с тяжелой финансовой ситуацией, которая сейчас сложилась в регионе. Но до сегодняшнего дня те, кто пользуется такими билетами, находились в подвешенном состоянии. Решение о том, уберут все льготы или все-таки оставят их часть, было обнародовано только сегодня. Чтобы понять, какое количество волокжан затронет отмена проездных, достаточно заглянуть в любой автобус городского маршрута. Кондукторы подтверждают, около половины пассажиров сейчас пользуются какой-либо скидкой на проезд. Мало сейчас за деньги, много с проездными, много с льготами, много с заботами. Так, а 50 на 50, мне кажется, и студентов, и пенсионеров. И вот сегодня стало известно, последняя из перечисленных категорий по социальным проездным билетам ездит в последний месяц. С 1 октября синие талоны по 300 рублей продаваться больше не будут. Их заменит карта забота, время действия которой будет продлено. Такое решение приняли в администрации областной столицы. По карте забота можно будет переезжать в автобусах с 5 утра до 24. Стоимость билета составляет 10 рублей. При 20 поездках это будет 200 рублей, при 40 поездках это будет 400 рублей. Правда, действия такая карта по-прежнему будет только в автобусах, принадлежащих по ТП-1. Но, как сообщили в городской администрации, маршруты, которые обслуживают это предприятие, перекрывают практически весь город. Впрочем, пенсионеры уже подсчитывают убытки. Поездка даже за 10 рублей в случае, когда требуется пересадка, бьет по карману. Я прощу 300 рублей в месяц, а тут мне на 300 рублей не уложится. Туда 10, 20 надо туда с пересадкой и обратно. Надо будет 20, 40 рублей мне надо будет, чтобы доехать до сына. На этот случай городские власти придумали еще один бонус. С 1 ноября обычную карту забота заменит точно такая же, но электронная. По билету, который в каждом автобусе будет выдавать специальное считывающее устройство, пересадка будет бесплатной. Правда, если успеть пересесть на другой маршрут по ТП-1 в течение получаса с момента приобретения талона. Впрочем, это время пока установлено в тестовом режиме. В дальнейшем его откорректируют и, скорее всего, в сторону увеличения. Продолжение следует...